Несмотря на решение стокгольмского арбитража в пользу Украины, Нафтогазу придется заплатить Газпрому не менее 600 миллионов долларов. Об этом заявили в самой компании, сообщает РБК Украина. В то же время многие эксперты называют куда большие суммы. Так победил Киев или проиграл в этом споре? Дело на 80 миллиардов долларов. Именно столько составляют обоюдные претензии Нафтогаза и Газпрома. Украина требует от российского газового монополиста доплатить за транзит, а Газпром требует от Киева деньги за топливо, которое мы не покупаем с 2014-го. Вчера арбитражный суд в Стокгольме принял промежуточное решение в споре, признав цену российского газа завышенной, но только с 2014-го года. Это перечеркивает большую часть претензий Газпрома, но в то же время означает, что Украине придется отдать долг за газ, купленный в предыдущие годы. Никакой победы в этом направлении нет. Мы в свое время заплатили по некой компромиссной цене, в конце 2014-го года заплатили по компромиссной цене 268 долларов. В США 3,1 миллиарда. Есть такая информация, что откуда эта сумма. Что все, что было у нефтегаза тогда, все и отдали. Больше не было. Газпром считает, что должны были 5,3 миллиарда. Не исключено, что нефтегазу придется доплатить. Суммы могут быть от миллиарда долларов и 2 миллиарда долларов. В самом Нафтогазе, где еще вчера хвастались якобы решительной победой в споре, уже сегодня сделали совсем другое заявление. Украине придется заплатить Газпрому около 600 миллионов долларов. А вот претензии Нафтогаза к российскому монополисту суд, скорее всего, отклонит, уверен Дмитрий Марунич. А значит, денег от Москвы мы не получим. Об этом еще несколько месяцев назад писал директор по развитию Нафтогаза Юрий Витренко. Тем не менее, это не помешало Нафтогазу потратить более 800 миллионов гривен на юристов и поднять в 13 раз зарплаты топ-менеджерам. Эти расходы уже легли на плечи украинцев, говорит бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко. По данным экспертов, цена на газ для людей завышена как минимум вдвое. Она грабительская, она абсолютно экономически необоснованная. И если уже хотя бы следовать этой логикой, то она должна быть немецкий хаб минус транзит. Нефтегаз, используя свое доминирующее монопольное положение, продолжает обдирать население, теплокоммунэнерго, загоняет в очень тяжелую ситуацию облгазы. В итоге только за прошлый год украинцы переплатили за газ более 2 миллиардов долларов, оплачивая по 7 тысяч гривен за тысячу кубов вместо трех с половиной. И это как раз те деньги, которые нафтогазу, возможно, придется выплатить Газпрому. Окончательное решение в споре суд может вынести уже в конце месяца. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер.